Я Игорь Северюгин. Здравствуйте. Георгий Мергвилашвили выразил соболезнование Зазе Саларидзе. Его сын погиб в драке в конце прошлого года. Саларидзе обвиняет прокуратуру в необъективном расследовании и укрывательстве убийц. Отец убитого подростка считает, что они по-прежнему на свободе, благодаря влиятельным родственникам. Президент Грузии выразил ему соболезнование и заявил о готовности вести переговоры. Но участники акции протеста продолжают созывать протестный митинг с требованием отставки правительства. В эти минуты люди собираются у здания парламента. Акция началась еще вчера, после того, как суд огласил приговор по делу об убийстве двух подростков в массовой драке. Заза Саларидзе считает, что на скамье подсудимых совсем не те люди, которые убили его сына. Он и стал организатором многотысячной акции. Вчера со своего поста ушел главный прокурор Грузии. Акции в поддержку Олега Сенцова сегодня проходят по всему миру. Осужденный в России украинский режиссер голодает уже 19-й день. Бывший кандидат в президенты Ксения Собчак вчера говорила с ним по видеосвязи. И по ее словам, у Сенцова выпадают волосы и зубы. Режиссера осудили по обвинению в подготовке терактов. Свою вину он отрицает. Ранее акции с требованием освободить Сенцова проходили в Украине, на родине режиссера. А сегодня они пройдут более чем в 20 странах. В том числе в Германии, Франции, Италии, Грузии, США и России. В рамках всемирной акции деятели культуры записывают обращение в защиту Сенцова. В частности, такое обращение записал российский писатель и публицист Виктор Шендерович. Судьба страны, в которой умирает, держа голодовку, политический заключенный, будет незавидной. Это проверено. Бесплатно история такие вещи не отпускает. И я хочу сказать, что этот сюжет, от этого сюжета очень много зависит для всех нас и для страны. Напомню, по делу Олега Сенцова на 10 лет тюрьмы был осужден также украинский активист Александр Кольченко. Вчера в знак поддержки режиссера он объявил бессрочную голодовку. Мать Кольченко заявила, что ее сын пошел на это, несмотря на проблемы со здоровьем. Она также усомнилась в эффективности голодовки в случае Сенцова и Кольченко. По всему миру проходят акции поддержки. Но мне кажется, на Россию это мало действует. Как мы увидели, какое правосудие там. И мне кажется, не стоит рассчитывать на сострадание и милосердие какое-то. Арестованный в Украине российский журналист попросил помощи у Владимира Путина. На заседании суда в Херсоне Кирилл Вышинский также заявил об отказе от украинского гражданства. Вышинского задержали в середине прошлого месяца. Его обвиняют в госизмене неподрывной деятельности против Украины. Журналист якобы готовил материалы в поддержку сепаратистов и аннексии Крыма. За это, по данным украинских спецслужб, он получал более 50 тысяч евро в месяц. Адвокаты Вышинского заявляли о его возможном обмене на осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Испанский премьер Мариан Рахой отправлен в отставку. Парламент страны выразил ему вотум недоверия. Правительство возглавил лидер оппозиционных социалистов Педро Санчес. Он уже пообещал объявить досрочные выборы. Депутаты потребовали отставки Рахой из-за коррупционного скандала, связанного с Народной партией, которую он возглавляет. Расследование длилось 10 лет. В махинациях оказались замешаны 30 его соратников по партии. Следствие установило, что они заключали контракты с фирмами в обмен на взятки. Рахой свою причастность к коррупционным преступлениям отрицает. В Литве начинаются военные учения с участием НАТО. Они продлятся две недели. По данным Минобороны, в них примут участие до 9 тысяч человек. Маневры называют крупнейшими в истории национальной армии. Среди участников учений – союзники НАТО. В прошлом году военный союз разместил 4 международных батальона в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Это около 4,5 тысяч военных. Такое решение приняли из-за напряженности в регионе после того, как Россия аннексировала Крым. Бывший министр экономического развития России Алексей Люкаев заплатил штраф в размере 130 миллионов рублей. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Теперь защиту Люкаева просят суд снять арест с его имущества. Речь идет о земельных участках, домах, автомобилях и банковских счетах. Накануне бывшего министра этапировали из СИЗО в колонию строгого режима. В конце прошлого года у Люкаева приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взятки. Это 2 миллиона долларов. Сумку с деньгами ему передал руководитель Роснефти Игорь Сечин. Своей вины бывший министр не признал. Показания Сечина он назвал оговором, а само дело провокацией. Свыше 17 миллионов долларов потратил Минюз США на расследование вероятного вмешательства России в американские выборы. Об этом сообщает издание «Политика» со ссылкой на правительственный отчет. Из этой суммы почти миллион долларов пошел на зарплату сотрудникам аппарата спецпрокурора Роберта Мюллера. Его комиссия расследует возможные контакты людей из команды Дональда Трампа с Кремлем. За год с момента начала расследования 5 человек признали свою вину. Обвинения уже предъявлены 17 лицам и организациям. Президент США в мае обвинил прокурора в чрезмерном расходовании средств и снова назвал его расследование охотой на ведьм. Юрист Джузеппе Конте официально согласился возглавить правительство Италии. Он уже представил президенту состав будущего правительства. Ожидается, что сегодня новый кабинет принесет присягу. После этого он должен получить вотум доверия в обеих палатах парламента. Конте по профессии адвокат. Ранее он не занимался политикой. На должность премьер-министра его выдвинули популистские партии, движение «Пять звезд» и «Лига». Они сформировали коалицию после парламентских выборов в начале марта. Конте считался компрописной фигурой, так как не входил в состав ни одной партии. Напомню, правительство в Италии не могли сформировать более двух месяцев.